Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем главу Шлах. Очень интересная глава и один из ключевых вопросов, который в ней разбирается, это вообще очень индивидуальное и очень как бы личностное отношение человека к стране Израиля. Это не сегодняшний вопрос. Почему вообще одни жители из страны Израиля восхищаются ее простой, другие наоборот их раздражают? Начнем с такой притчи. Одна красивая принцесса искала жениха. Претендентов было много и они приходили сватываться. И был такой конкурс. Когда человек приходил, его отводили в такую маленькую комнату полупустую. Там были вазы с фруктами, несколько священных книг на столах. И слуги говорили, что принцесса скоро придет и уходили. Располагайтесь и так далее. Чувствуйте себя как дома. Кандидат не подозревал, что за ним наблюдают через замаскированный глазок в стене. И вот она смотрела. Если человек начинал брать плоды, говорить на них благословение или раскрывал книгу, находил чудесное место. Принцесса радостно улыбалась, надевалась в хорошие наряды и являлась приемной в своей самой блестящей красоте. Но если президент сидел нога за ногу, растерянно жевал угощения, не говорил барху, не смотрел на книги, выходила в лохмоть с вымазанным сажей, лицом и так далее. Страна Израиля очень похожа на эту принцессу. Написали мудрецы, что для того, чтобы жить в земле Израиля, нужна духовная виза. Нет ни одного человека, сюда нельзя попасть без духовной визы царя. Это его дом. И страна чем похожа на принцессу? Если человек приезжает сюда не за дешевыми фруктами, там за колбасой, стараясь понять, что это единственное духовное место на земле, что это вот, все, тогда потихоньку, потихоньку он, его семья начинает двигаться к каким-то вершинам. И вообще человек без памяти влюбляется тогда в эту землю, она раскрывается ему. Но если он материалист такой закоренелый и ценит только личные удобства, здесь все человека будет злить и раздражать. Здесь грязно, здесь жарко, здесь цены невероятные, же сидеваются не так модно. Поэтому вот такому неудачному претенденту на руку невесты, он не поймет, что всем кажется, что я отсюда уеду, я найду. Нет, это земля Израиля отвергает тебя. Никогда еще абсолютно не было иначе. Каждый раз, когда человек находит повод, чтобы найти более красивую, более там еще что, его отвергли. Это значит, духовная виза его закончилась, это значит, ему надо что-то думать, что с ним. Никакие другие не работают. Вот так же и 10 разведчиков, кроме Иошуа и Калифа, отвергли красоту Израиля. Знаете, вот еще однажды рабе Сим Кабуним, который жил в Иерусалиме, к нему пришел Хасид, который из Польши только что вернулся. Говорит, Рэбе, знаете, я на работу не нашел, наверное, скорее всего, мне надо вернуться в Польшу. Рэбе вздохнул и говорит, мне так жалко, так жалко от тебя. Что случилось? По всей вероятности, ты не понравился Иерусалиму, святому городу Иерусалиму. И вот этот вдох так вошел в сердце, написано Касид, что он остался жить в Израиле, и все у него наладилось. Люди всегда, земля Израиля, люди готовились годами, чтобы подготовить к паломничеству на два дня. А мы-то нам проще, мы сел в самолет, прилетел, посмотрел, ну как, это черешня дорогая или еще что-то. Так не смотрят на этот мир. Был такой рабе Шимон из Шапитовки. Посмотрите, как относились люди. Он побывал в Святой Земле, подготовил место для того, чтобы уже семья приехала. Я вот, возвращаясь назад домой, приехал и где-то за день до прихода домой в гостинице остановился, там, не знаю, как это называлось. И вот посмотрел на себя в зеркало и видит, что он похудел за счет дороги там как-то, выглядит не так. И он подумал, что я вернусь, и люди скажут, что это земля Израиля так со мной сделала. Нельзя, ни в коем случае. Он еще задержался в гостинице на три дня, плотно кушал, отдыхал, чтобы выглядеть свеже, и чтобы люди, не дай бог, не подумали плохо про землю. Вот так вот люди видят Израиль, так живут, тогда Израиль открывается с ним точно так же. Каждый человек должен понять, если он не живет в Израиле, если у него что-то не получается в Израиле, если что-то не нравится, у тебя есть дефекты в духовной визе, срочно исправлять. Потому что все, в сути своей написано, место каждого здесь. Брахава от слаха, чтобы все было хорошо, и на земле Израиля у всех брахава от слаха.